Здравствуйте, дорогие друзья, продолжаем селить наших брифингов. Сейчас у нас в гостях представители проекта программы развития ООН «Быстрое реагирование на социально-экономические проблемы, быстрее подмещенных в Украине», которые реализуются при поддержке правительства Японии. Проект начинает с его работы в Крымской области, ну и его руководители расскажут, на сколько он рассчитан, какие категории пенсионерцев охватят и как нужно принять в этом проекте участие. У нас в гостях Куналк Хар, совете проекта развития ООН по вопросам о становлении стабилизации. Руслан Фёдоров, руководитель проекта «Иголаза» Виктория Челевко, региональный координатор. Виктория Челевко, которая поможет нам вместе выбрать с лишним предприятием. Да, Виктория Руслан. Начинает у нас Куналк Харов, советник проекта развития ООН по вопросам о становлении стабилизации. Стабилизация. Так, можно, можно. Продолжение следует... или ИДП в Украине. Как вы знаете, сейчас Украина встречается с беспрецедентными экономическими и политическими вызваниями на сходе Украины. Тысяча людей были перемещены в разные области и в первую очередь в области, которые лежат с Донецкой области. These internally displaced people are living either with relatives, friends, or in rented houses, or in collective centers. The major social and economic problems facing these IDPs are inadequate housing, lack of employment and income-generating opportunities, lack of access to basic services and social services, and also they need greater protection and security. Solving these problems is the key to promoting social cohesion and to mitigate the negative effects of this conflict in eastern Ukraine. УНДП greatly appreciates the strong leadership and ownership of this project by the Oblast administration in Kharkiv. Программа развития ООН щиро вітает те лидерства, которые берут на себя урядовые установки в Харківской области. И очень благодаря поддержку для финансирования этого проекта, который пришел из нашего производства, государство и народа. И очень благодаря поддержку, который делают наши международные партнеры, это уряд Японии. УНДП, мы хотим иметь систематичную и холистическую подходу к дурованию дурова на защиту социальных и экономических challenges faced by the IDPs. Проект про ООН дотримуется систематичного и холистичного всевозможного подхода у забезпечения довготривалих решений социальных и экономических вызов, с которыми встречаются внутренние перемещениями. Мы aim to do this by integrating our work on early recovery, focusing on IDPs and vulnerable groups, particularly women and youth. to help transition out of humanitarian assistance towards early recovery and long-term sustainable development. The project in particular aims to support the IDPs through providing employment programs. In particular, this project aims to support внутренних перемещенных людей, в первую очередь, дать им возможности працевлаштованию. As well as stimulating entrepreneurship and self-employment amongst IDPs. as well as поддерживая предприятие среди внутренних перемещенных людей и самозанятность. Provision of psycho-social and legal assistance to IDPs and to facilitate intercommunal dialogue for peace-building between the IDPs and the communities that host them. And not last but not least, but also to assist the government institutions in addressing the needs of IDPs at national and regional levels. It is our firm belief that through strong cooperation with the efforts of the regional and local authorities, as well as with civil society in Kharkiv, we will efficiently and effectively help address the IDP issues and lay the groundwork for sustainable development and peace going forward. Мы твердо уверены, что благодаря нашим совместным усилиям и нашей общей, плечной общей с областными и местными органами а также с гражданской общей, неурядовыми организациями тут, в Харківской области, мы сможем поделать проблемы внутренних перемещенных людей. И это служит для довготривалого, сталого развития. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Кажется, что вы пришли на презентацию нашего проекта. Мне приятно видеть, что остается у нас много представителей проемников органской организации. Это очень важен, потому что мы, кроме спорта с органами владельца, будем тоже тесно спортироваться. У нас будут специальные программы для громадского сектора, для организации. Дозвольте мені більш детально зупинитися на главных активностях нашого проекта. Как уже пан Кунал сповів, мы будем очень тесно співпрацювати с угранами влади. По-перше, ми будем надавати допомогу у координації зусиль органів влади більш ефективно реагувати на потреби, з якими стикаються переселенці. Окрім консультативної допомоги, ми плануємо уніфікувати підходи до запровадження послуги кейс-менеджменту, тобто введення випадку, коли переселенці будуть отримувати повністю повний перелік послуг для вирішення їхніх пордонних питань. В цьому плані ми будемо підтримувати різні структури, які в своїх сферах займаються різними питаннями з переселенцями. Другий напрямок, який ми бачимо дуже важливим і найголовнішим в рамках нашого проекту, це підтримка програм зайнятості та підприємництва серед внутрішньопереміщених осіб. Загалом, бюджет нашого проекту, який фінансується урядом Японії, користуючись нагоду, я хотів би висловити особливу подяку уряду Японії та народу Японії, які надали нам ці кошти. Загальний бюджет проекту складає більше 6 мільйонів доларів, з яких майже 2,5 мільйони будуть спрямовані на підтримку зайнятості та підприємництва. По підприємництву ми будемо мати комплексну програму, яка включає 4 головні заходи. По-перше, наразі ми вже розпочали дослідження найбільш перспективних клинкових ніж для ведення або старту підприємницької діяльності. Розуміючи, що зараз дуже складна економічна ситуація в економіці, ми вважаємо, що це буде дуже доречно для переселенців, які опинилися в місцях нового перебування, надати їм таку допомогу, щоб вони зорієнтувалися, де краще для себе визначити якусь нішу, де можна започекувати бізнес. Другий компонент – це буде спеціальна тренінгова програма, яка спрямована на підвищення навичок ведення підприємницької діяльності. Вона буде спрямована членами цієї програми, хто може взяти участь, це буде внутрішнє переміщення особи. Потім логічним кроком ми бачимо надання спеціальної фінансової допомоги для започаткування власної справи. Ми організуємо конкурс бізнес-планів, на яких ми будемо розглядати пропозиції від переселенців щодо започаткування або відновлення приємницької діяльності. Загальний бюджет цього напрямку складає 800 тисяч доларів, це з розрахунку на 8 областей України, але ми не вводили ніяких квотувань, тобто ми будемо оцінувати найбільш стійкі бізнес-плани і, в принципі, ми будемо тут внучкими. Розмір одного бізнес-плану, розмір співфінансування на один бізнес-план буде складати до 10 тисяч доларів, що ми вважаємо дозволить розглядати дуже широке коло пропозицій. І ми бачимо таку гіпотезу, що є багато переселенців, які вже мали успішний досвід ведення бізнесу, вони мають необхідні навички і, на жаль, вони покинули свій регіон, залишивши там все. І ми бачимо, що ця сума дозволить вести дуже такі суттєві види діяльності. І четвертий компонент в рамках підприємства у нас буде надання професійних бізнес-консталтингових послуг для тих людей, які отримують від нас фінансову допомогу на ведення бізнесу у напрямках юридичної допомоги, бухгалтерської та, найголовніше, це маркетинг, тому що дуже важливо не тільки виробити продукцію, але й знайти шляхи, як її продати. Це стосовно нашого компоненту по підприємстві. Окрім цього, що, я думаю, буде найбільш цікаво для представників громадських організацій, ми плануємо підтримувати комплекс на підходи до надання психологічної допомоги переселенців та юридичних послуг. В рамках цього компоненту у нас заплановані дві великі грантові програми. Я сподіваюся, що вже наступного тижня ми об'явимо колфу пропозил від громадського сектору. І в нас на цей напрямок, на грантовий конкурс по юридичним послугам для переселенців, ми заклали 280 тисяч доларів. Розмір однієї пропозиції ми очікуємо планкою верхню до 20 тисяч доларів розмір одного проєкту. І на психологічну допомогу теж саме – 280 тисяч доларів з розміром одного гранту на одну організацію до 20 тисяч доларів. Сподіваємося, що наступного тижня ми вже запустимо цю програму. Ця інформація буде доступна на нашому офіційному сайті програми розвитку ООН в Україні, адреса ua.undp.org. Третій напрямок, який теж дуже важливий – це побудування миру та підтримка діалогу між переселенцями та приймаючими громадами. Ми плануємо ініціювати та розробити національну та регіональну інформаційну компанію. Але, окрім того, ми бачимо ефективний підхід до співпраці з так званий ком'юніті-бейс підхід, тобто співпраця з громадами в цьому напрямку. У нас будуть різні багаті також грантові конкурси по напрямку соціальної злагоди та діалогу. Мета буде організувати їх розлічні публічні соціальні заходи з метою покращення взаємодії між місцевим населенням, між приймаючими громадами та переселенцями, з метою, щоб ми могли більш ефективно боротися з проблемами, які визвані тим, що перебувають переселенці. Це, в принципі, наші основні напрямки. По грантовому конкурсу для побудови діалогу та соціальної злагоди, у нас буде бюджет приблизно 120 тисяч доларів. Я думаю, що ми десь на кінці липня вже також зробимо колфу про поводи. Це основні наші напрямки. Я думаю, що буде краще, якщо ми виділимо більше часу на ваші запитання. І, в принципі, я хотів би ще, користуючись нагодою, представити нашого регіонального координатора в Харківській області Вікторію Чорявкову. Вона буде постійно тут знаходитися і по всіх питаннях можна безпосередньо звертатися до неї. І вона буде вам надавати найбільш актуальну інформацію щодо діяльності проєкта. І, якщо будуть питання щодо реалізації проєкта, також, я думаю, вона надає допомогу. Дякую. Чи є питання? В мене питання мають до Вікторії. З ким вже з маманських організацій Харкало? Ви знайомі? Чи знаєте ви про проєкти, які тут вже відчинують? Ну, я думаю, що 90% обличчів присутніх ззади вже в тій чи іншій мірі знайомі, тому що для того, щоб ефективно працювати в регіоні, то маєш розуміти, що тут відбувається. Для цього я завжди так само щиро відвиваюся за запрошення колег, тому і станція Харків, фонд підворожження українських рубежих колег з АНЕЦІ і ООН так само присутні тут. Бачу, вивізається представників з команди Олександра Чумака, які реалізовують дуже схожі ініціативи, бачу колег з Чугуйської правозахисної форми, і пробачити, як чогось не згадала, значить, у нас була нагода ще познайомитись ближче. Ну, звичайно, приємно бачити обличчя журналістів, які підтримують нас, висвітлюючи те, що ми робимо, зроху вирігати свій. Доброго дня. Питання спочатку таке. Коли до нас приїжджають сюди єврочиновники, або з ООН, або урядовці, і спілкуються із переселенцями тимчасовими, перше їхнє питання чоловік працевлаштовує. І тому питання таке, скажіть, будь ласка, наскільки все ж таки активні вимушені переселенці, наскільки вони готові зараз боротися за ці міні-гранти, там, ти сказали, 10 тисяч доларів, до речі, можна сказати, від А до Я, від скольких, до скольких можна. Тобто, ми можемо говорити, що от сьогодні переселенці, вони ініціативні. Я думаю, що так. З приводу відразу на розмір, у нас немає мінімального плану. Ми поставили просто верхню планку 10 тисяч доларів. Тобто, це може бути різний розмір, на який потребує переселенець для власної справи. Я вам наведу вже приклад. У нас один компонент щодо створення робочих міст, підтримки створення робочих міст для переселенців. Ми анонсували, зараз реалізуємо програму з підтримки фінансування заробітної плати для переселенців. І ми об'явили цей конкурс ще на кінці березня. І отримали, ми об'явили його по всій Україні, ми отримали більше 400 проєктних пропозицій. І, можу сказати, що близько 40 з них надійшла від Харківської області. Тому Харківська область, наприклад, дуже активна в цьому напрямку. Щодо підприємності, підділеності, ми наразі вам не можемо повідомити, тому що ми лише приступаємо до реалізації цього компоненту. Але те, що ми вже побачили, то дуже висока причинність. А наскільки людей це розраховано? Як ви це закладете? Як ви це побачили? Це буде конкурс? Це буде відхідний конкурс. Єдине обмеження, що людина повинна мати офіційний статус, зареєстрованої в економічної приміщення, особисто мати довідку згідно від цього 9 постанови. І, в принципі, будь-хто може подаватися. У неї буде куратор, тобто, вибачайте, треба перевірити і надійність цієї людини. Так, щоб потім ви гроші не дали, а вона... Звичайно, у нас буде розроблена спеціальна методологія щодо моніторингу та оцінки реалізації кожного проєкту. І ми будемо дуже ретельно до цього ставитися, щоб гроші японців були найбільш ефективно використовуваними. Я можу поперше з Володимиром відповісти, що у нас зараз реалізується вже проєкт, який має наднову відвідник. Це відкриття, з основно, у Харкові, це збову працевлаштуванням, і активність дуже висновлена. І з Харкова, і з Суми, і з Полтави, і з Полтави, і з Полтави, і вони хочуть брати участь. І моє питання таке. Наші проєкти дуже подібні, це речети стартапів, як саме це буде узгоджено. Тобто, чи будуть вже ті самі переселеністі, як далі буде те, яку можна підтримувати? Чи будуть ще набрати нових, і вони будуть ще йти паралельно з вашим? Ми над це питання вже думали, що, по-перше, наше завдання, яке – надати допомогу, якомога більшій тількості переселенців. Тому, наприклад, щодо програм тренінгових, ми не будемо мати їх облежень. А от щодо надання грантів, я думаю, що ті, хто вже отримують за анти від фондів відродження, або від міжодної організації з міграції, то ми якось будемо в рамках пластерів зустрічі, який ініціює програма розвитку гонку, якось укоординувати ці зусилля, щоб не було у нас богорода. У мене два питання. Дякую. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вы знаете, мы прописали так, что мы также будем рассматривать варианты расширения бизнеса. По нашему инвестиционному зданию, которое я написал, мы три, то есть либо старта, либо виднования, либо расширения. Дело в том, что наша главная задача – это создание рабочих мест. И мы сейчас еще не прописали детальные критерии для оценки проектов, но самым главным условием это будет количество созданных рабочих мест. Поэтому, если это будет, допустим, расширение существующего бизнеса, я думаю, мы тоже его рассматриваем. И что, из этого, может ли человек участвовать в плане, как начало бизнеса, и при этом участвовать в программе, когда он создает новый рабочий стандарт, он и там, и там, и там, и там, и там, и там, и там? Нет, одно лицо может дать только один проект. Любой конец? Да. Все-таки, хотелось бы понять, вы будете давать эти гранты людям, которые уже там занимались бизнесом, или могут на них претендувать и новички? И вот тут хотелось бы все-таки понять, если новички, то как вы их выбираете? Чтобы проект был непровален, да, все же так? У нас мы будем открыты для всех, у нас не будет ограничений. Главное, чтобы человек просто был официальный статус имел переселенца. Это бизнес, поэтому будут у нас конкурсные комиссии в каждом из регионов. В состав конкурсной комиссии у нас будут... Мы хотим сделать этот процесс максимально прозрачным. Мы привозим туда, кроме представителей проекта, также представителей властного центра занятости, представителей других каких-нибудь учреждений, которые занимаются поддержкой развития бизнеса в актовской области, представителей местной власти и обязательно представителей от каких-нибудь общественных организаций либо других инициатив, которые поддерживаются и принимаются, чтобы были представлены, во-первых, интересы всех сторон, а во-вторых, чтобы процесс был максимально объективным. Но поскольку это бизнес, то понятно, что мы заинтересованы, чтобы наиболее сильные бизнес-продолжения получили финансирование. К сожалению, на процесс принятия решения, кому дать, мы не сможем повредить. Это будет делать всю независимую оценочную комиссию, согласно критериям, которые мы разработаем. Но участие мы будем принимать. Подголосите себя. Это тоже тяжелое. И хотела бы узнать, предусматриваются ли проекты для поддержки, психологической помощи местных населения. Потому что переселиться, да, они однозначно пережили стрессовые ситуации, шоковые ситуации. Но, допустим, жители нашего города тоже уже целый год находятся в состоянии ожидания войны. И поэтому психические состояния достаточно очень тяжелые. Я непосредственно проводила исследования, у меня дикторная работа была в сравнении между переселенцами и жителями нашего города. Но могу сказать, что многие показатели выше, тяжелее, чем переселенцы. И у меня вообще не дошел вопрос. То есть, у нас предусматриваются ли проекты для местных населений для психологической помощи. А вы можете поделиться результатами исследования своего? Ну, скажем так, дикторин уже сильного состояния достаточно пересвязан, так как уже все произошло. Я не имею в виду в будущем, чтобы потом проанализировать. Потому что у нас, мы планируем, как СКИН-канал сказал, более масштабную программу. И она должна быть комплексная. И эта проблема действительно существует. И если у вас уже есть какие-то наработки, то мы могли бы на основании их уже более системно подойти. Но просто, к сожалению, как нашего проекта, у нас только компонент по социал-кохижн с местными громадами. Но прямой психологической поддержки для членов местных граждан у нас как бы нет. Но у нас даже в рамках грантового конкурса... Это прямой программой примирения делали другим образом? Да. Просто здесь речь идет по конкретной услуге. Есть прямая психологическая услуга для местных граждан. У нас как бы такого нет. Но в будущем, я думаю, мы могли бы это обучить, если бы вы с нами потеряетесь результатами. Спасибо, да. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мы этот вопрос уже обсуждали с представителями, в частности, АИОМ. Если будут такие проекты, которые будут иметь лицо финансирование от разных доноров, то, конечно же, мы будем их рассматривать. Потому что мы считаем, что это как раз именно то, где мы должны сотрудничать и дополнить. Мы проводили мониторинг по нарушению прав внутренних переселенцев, которые касаются юридической сферы. Смотрите, пожалуйста, насколько планируются наработки, которые, допустим, если год оказывать какую-то помощь или полгода, наработки в дальнейшем донести до государства. Ведь для кого не секрет, что очень часто нарушаются права, потому что на законодательстве или не прописано вообще, или достаточно плохо расписано, или разные. Мы проводили определенные исследования по тем же медицинским правам внутренних переселенцев, по образовательным правам, по правам в бюджетной сфере. На данный момент лишь некоторые просто изменения внесены. Насколько планируется работа с местными органами и с государством в целом по поводу этих изменений. Особенно, если можно, касаемо наследственного права. Очень часто те же переселенцы, которые сталкиваются с проблемами принятия наследства, процедура практически вообще не прописана нигде. Спасибо за вопрос. У нас есть отдельное направление, это когда в рамках предоставления помощи органовской власти по анализу законодательства и, соответственно, расходке рекомендаций, что нужно улучшить или что заработать для того, чтобы переселенцы могли получать полный доступ к социальным услугам, ну и в целом, чтобы их права были защищены. Я вам не могу сейчас назвать, какие законы, но у нас это будет все сделано, и результаты мы презентуем как общественности, так и в обе новости. Если человек создает участок в проекте, то создание рабочих мест, и по какой-то причине он не нашел специалист, потому что он не обходил себе другую, может ли он принимать эти рабочие места? Ну, смотри, типа, он должен быть сам переселенец, а если он создает рабочие места, то массового преимущества нет. Это же не важно. Местный человек не переселенец. Да. Спасибо. Вопрос, уточняющий по проектам, связанным с психологическим и юридическим комплексом, это выводит, что вы в основном эти услуги организации, или вы даете гранты на подобную работу? Это грантовый конкурс, бюджет общих грантовых конкурсов 280 тысяч долларов и размер одного гранта на организацию до 20 тысяч долларов. То есть человек с населением сможете создать структуру, которая оказывает, что для общественных организаций они пишут проектные предложения, подают на наш конкурс. Спасибо большое. Есть ваши вопросы? Или, возможно, у вас есть информация, которую нужно еще донести, для того, чтобы вы говорили, что представление о вашем проекте вы на парень? Самую полную информацию, Александр, что я изложила, как я и говорила, мы с радостью будем информировать вас по всем апдейтам, чтобы поступать по проекту. Обо всех открытых предложениях, о всех открытых конкурсах. Для этого просим еще раз оставить свои контакты, и вы будете от Министерства поздавать о том, что у нас происходит. И можете обращаться в день, что-то вообще понятное, мы же будем рассказывать. Как вы будете информировать, будем еще на вашем проекте, сайт, сфорный, где они могут быть, где они могут быть? Ну, во-первых, мы как раз только что вернулись со встречи с представителями области администрации Центра занятости. Показал наш опыт уже успешного сотрудничества. Используя их социальный контакт, используя их базу контактов, в том числе, мы можем эффективно, частично налаживать взаимодействие с ними. Потому что один из компонентов по трудоустройству мы как раз пользовались помощью Центра занятости в том числе. И дальше, как раз подобный вопрос задавал нашим коллегам из станции Хайфом, когда они представили свой проект. Здесь каналы для всех, в принципе, одинаковые. Это социальные сети максимально активно, это наш сайт, на котором есть информация, наша страница в Фейсбуке, также у кого периодически поступает информация о наших проектах. И мы будем рады, если наши партнеры, которые работают с переселенцами, будут иметь возможность у себя размещать также информацию о том, что происходит, информацию о нашей анонсе, либо печатные материалы. Потому что кто, как и станция Харьков, либо украинские рубежи, имеет прямой контакт с переселенцами каждый день. Это, мне лично кажется, один из очень сильно правильных способов информирования. И само собой мы очень рады видеть, например, Романа, потому что Харьков проще коммуницировать. А большой вопрос, каким образом рассказать об этом переселенцам, которые живут в области. Поэтому здесь мы тоже рассчитываем на помощь из уже станции Харьков, которая открыла пять своих представителей в области, чтобы люди не только в Харькове, но и в Валакне, и в Чугуеве, и в Барвинково тоже знали о том, что будет. Можно я добавлю, то, что мы сегодня вас все пригласили, это уже первый шаг об информировании. Кроме этого, мы также будем использовать наиболее популярные ресурсы для общественных организаций, это серии КВИ, сайты ГУД. То есть, кроме информации, грантов, предложениях на нашем официальном сайте, мы будем также использовать, ну, по крайней мере, широко. А можно вот вопрос такой, действительно, по информационному направлению, да? Вот часто Харьков обвиняет в том, что он живет такой мирной жизнью и мало интересуется переселенцами, событиями в АТО, в войну. Вы не считаете ли вы, что просто Харькову страшно необходим грант, ну, то есть, такая серия грантов, да, где можно было бы создавать там подкасты, радио, теле, другие программы, то есть, где мы могли бы рассказывать о судьбах переселенцев, о инициативах, то есть, я бы, ну, реально, я бы с удовольствием за это взялся. Хороший вопрос. Это просто вот то, что вот реально сейчас больно, Харьков. У нас, да, хороший вопрос. У нас отдельно будет направление по информационной кампании. У нас была очень хорошая продуктивная встреча уже с институтом информационной политики по поводу самих стартапов. Ну, надо будет подумать, просто мы будем тоже занимать отдельно партнеров, которые будут помогать нам разрабатывать сами месседжи, контент и все остальное. Как это будет проходить, пока не могу вам сказать, но мы подумаем об этой идее, что именно сделать, может быть, грантовый конкурс специально, именно для общественных организаций, которые информационные... Понимаете, министерство информационной политики спустит на ОТБ и все, и этим всем заботятся. А это должно быть человеческие истории, с судьбами, со всеми, ну, современными технологиями. То есть, как бы, есть люди, которые могли бы это делать, да? В самом деле, это не последний вопрос. Это очень важный вопрос. Вы не переживаете за министерство информационной политики? И мы, как проект, мы позаботимся о том, чтобы именно был человеческий подход решения всех этих вопросов. Да, мы просто видим, что происходит из-за этого, знаете. Да, попробуем, как Вагона, да, я заметила, действительно, шаг к примирению. Если мы каким-то образом подключим к этому, как принимающие информации, так и президентство, мы можем вполне говорить о том, что этот продукт может способствовать... Конечно! ...процессу, и говорить о том, как... Да, и тогда в рамках нашего конкурса грантов по примирению, я думаю, можно будет как раз подавать вот таких по плану проекта, проинформирование, и как раз это будет соответствовать задачам конкурса. Спасибо, Лизичка. И еще раз, Каламу Анатолий Милка из Примежи, есть это как фото по областям? Или это не разорвать, зависит от того, как и в виде заказа? Знаете, у нас как бы нет такой фото по областям. У нас будет общий конкурс, но наша задача, в принципе, будет стоять в том, что мы должны быть присутствовать во всех восьми регионах. Просто, даже если так грубо поделить 280 тысяч на 20 тысяч, то это получается, что мы поддержим минимум 14 организаций. Поэтому я надеюсь, что в каждой области они будут присутствовать. В каком контексте или в каком аспекте? То есть финансирование этой грантовой идет непосредственно переселенцам в руки? Или это достаточно организации? Нет, это проект вам предложения, которое подойдет общественная организация. Я думаю, мы говорим, Алиса, я думаю, мы говорим о том, что психологическая и юридическая помощь – это гранты для общественных организаций, которые будут оказывать помощь переселенцам. Впоследствии психологическая и юридическая помощь. Когда мы говорим о поддержке стартапов, то это деньги для переселенцев, чтобы они свои стартапы развалили. Это разные компоненты программы. Какие на пост стартапы? Ты хранится на какой сумме, сколько учителей переселенцев? До 10 тысяч долларов. До 10 тысяч долларов. Доллар. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.